Все. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Знаете, в нашем недельном разделе есть такой оборот, что не с вами одними заключаю я союз этот и клятву эту. Имеется в виду, что союз народа Израиля со Всевышним заключают не только те, кто в этот момент находится над берегом Иордана, но все последующие поколения. Так вот, не с вами одними я здороваюсь сейчас, но и с вами, и с теми, кто будет потом слушать эту лекцию в записи. Так что вот, добрый вечер всем. Мы с вами приступаем к недельному разделу Ницавим, книги Дворим. То есть осталось совсем немного. Ницавим, Ваелах, Азину, Зот, Абраха. Четыре недельных раздела. И, во-первых, на что я должен обратить ваше внимание, что недельный раздел начинается не с первого перека, а с девятого. В смысле, пасука. Не с первого, а с девятого. То есть перек 29, он начинается в предыдущем разделе, китого, восемь пасуков, и девятый пасук, раздел Ницавим. Это чисто такое вот напоминание, даже в том, как мудрецы делили недельные разделы, что тема предыдущего раздела китого и нашего нынешнего раздела Ницавим одна переходит в другую. Если вы помните, мы неделю назад обсуждали, что недельный раздел китого посвящен Союзу народа Израиля со Всевышним. Заключается новый союз, определяется награда за выполнение условий договора и наказание за нарушение условий договора. Так вот, сейчас, собственно, от описания награды наказания мы переходим непосредственно к процедуре заключения договора. Отсюда вот это вот смещение переков и пасуков. То, что 29-й перек переходит из одного раздела в другой, чтобы лишний раз показать неразрывность этих двух разделов. Хорошо. Вы стоите сегодня все перед Ашем Элогим вашим. Главы ваши, колена ваши, старейшины ваши и распорядители ваши, каждый муж Израиля, дети ваши, жены ваши и герр твой, который в среде лагеря твоего, отрубящего дрова твои, дочерпающего воды твои. Оборот, вы стоите. Я обращаю ваше внимание на то, что Маше говорит удивительную вещь. Вы стоите сегодня все перед Ашем Элогим вашим. Значит, говорят наши мудрецы, что Ашем ваш и стоите вы, потому что это, собственно, уже почти завершение, значит, последние разделы выступления Маше перед народом. И он так вот намекает на то, что он, Маше, уходит. А вы, народ Израиля, вы существуете вечно, и вы остаетесь и после ухода Маше. И поэтому Ашем Элогим, он теперь ваш, он принадлежит вам, он является Элогим народа Израиля. Это момент номер один. Момент номер два. Значит, Маше перечисляет все категории стоящих перед ним, значит, главы ваши, то есть главы народа, вожди, колена ваши, то есть главы колен, старейшины ваши, то есть вот те 70 мудрецов, которые помогали Маше в руководстве, каждый муж Израиля, то есть все мужчины, но не только мужчины, но и женщины, и дети, и гер. И дальше странный оборот. От рубящего дрова твои до черпающего воды твои. Вообще, надо сказать, что оборот удивительный, потому что если бы было сказано от рубящего дрова твои до князя твоего, до вождя твоего, это было бы понятно. От последнего слуги до первого из национальных руководителей. Но здесь почему-то все представители народа Израиля, и главы, и колены, и старейшины, и мужи, и жены, и дети, все они помещаются в промежуток между рубящими дрова и черпающего воды. Если бы было сказано, вот все-все-все перечисляется, и до рубящего дрова твои, до черпающего воды твои, это было бы понятно. Все-все-все категории от самого первого начальника до самой низкой социальной категории последнего слуги. Но здесь не так. От рубящего дрова и до черпающего воды. Чтобы объяснить эту ситуацию, мы вернемся в книгу «Берешит», где мы уже с этим сталкивались. Если вы помните, кто не помнит, напомню, недельный раздел «Лех-Леха», Авраам одерживает победу над коалицией четырех месопотамских царей, освобождает царя с дома, освобождает все захваченное имущество, и сказал царь с дома Аврааму «Отдай мне души», то есть пленных, а имущество бери себе. И сказал Авраам царю с дома «Поднял я руку свою Кашем Эль-Эльон, владеющему небом и землей, если от нитки до шнурка обуви, и если возьму из всего, что у тебя, и не скажешь, я обогатил Аврааму». Опять мы сталкиваемся с этим странным оборотом. Если бы Авраам сказал «Я не возьму ничего от нитки до мешка золота», в имуществе есть разные категории, разный уровень ценности, так вот ничего я не возьму, ни золота, ни серебра, ни каких-то других ценных вещей, и даже нитки не возьму. Это понятно. Все категории захваченного имущества, от самых дорогих до самых дешевых. От дешевых до дорогих. Но здесь сказано «Не возьму ничего от нитки и до шнурка обуви». И то же самое здесь. От рубящего дрова твоей до черпающего вода твоего. Будем разбираться. На самом деле идея иерархичности, то есть что есть некая последовательность категорий, она в Торе, начиная с сна Яакова, со знаменитой лестницы, конец которой к земле, а начало упирается в небеса. И дальше во многих местах Тора говорит о определенной иерархичности. То есть есть вся земля, а есть особо выделенная земля Израиля, а в ней есть Иерусалим, а в Иерусалиме есть храмовая гора, а на ней внешний двор храма, внутренний двор храма, помещение храма, наконец Кодыш Кадашин, да, целая иерархия мест. И то же самое есть определенная иерархия и среди людей, например, все люди на земле, народ Израиля, колено Леви, семья Аарона, Коаним, и из них избирается первосвященник, да, опять получается иерархия. Но здесь эта иерархия странная, от рубящего дрова твоей до черпающего водителя. Да, помните еще и в книге Шмот в главе Итро была установлена судейская иерархия, да, десятники, пятидесятники, сотники, тысячники и так далее, и так далее. Делается иерархия, а здесь по-другому, так же, как и имущество. Давайте посмотрим вот на эту картинку. Значит, вот, казалось бы, нормальная иерархия от самых нижних социальных слоев водонос, дровосек, вот направление до вождя народа, да, национального вожда. И понятно, что в этой иерархии между водоносом и дровосеком может поместиться только старший водонос или младший дровосек, не более чем. Все остальные находят свои места где-то вне этого промежутка. А вот если мы представим, что этот отрезок свернут в кольцо, и вот здесь водонос и дровосек, тогда между водоносом и дровосеком помещается весь народ Израиля. Вот здесь они как бы друг с другом рядом, а здесь между ними весь народ. На что намекает Тора? На то, что по отношению ко Всевышнему, по своей связи со Всевышним весь народ Израиля совершенно одинаков. И каждый еврей имеет свой путь ко Всевышнему свой индивидуальный канал и не нуждается для этой связи ни в какой иерархии. Каждый может напрямую молиться, обращаться ко Всевышнему. Это вещь совершенно нетривиальная, потому что на самом деле в иных религиях, ну например, в христианстве. Рядовой христианин, простой мирянин не может напрямую выполнять определенные сакральные вещи. Например, простой мирянин не может окрестить другого, не может отпеть, не может заключить брачный союз между двумя другими товарищами. То есть там есть целая иерархия связи со Всевышним. Простой мирянин, член клира, священник, епископ, архиепископ и дальше, дальше, дальше там патриарх или Папа Римский у которого. А у нас вот эта вот фраза от водоноса до дровосека говорит о том, что мы располагаемся вот как бы таким кольцом и Всевышний в центре равнодоступный каждому. И фраза про Авраама, что он ничего не возьмет от шнурка до нитки означает, что и все материальные ценности расположены вот таким вот кругом. И они все совершенно одинаково равноудалены от духовных ценностей, которые только и представляют интерес для Авраама Али. Вот объяснение фразы, да, от рубящего дрова твоей до черпающего воду твоей. Пройти тебе в союз Ашема-Лугим твоего и в клятву его, которую Ашема-Лугим твой заключает с тобой сегодня. Еще Тора нас удивляет в каждой фразе. Значит, понятно, что союз можно заключить, союз можно подписать, союз можно разорвать, а вот здесь в союз предлагается пройти. В чем тут дело? Дело в том, что процедура заключения союза между высокими договаривающимися сторонами в те времена и в тех местах выглядело следующим образом. Бралось какое-нибудь полезное сельскохозяйственное животное, туша его рассекалась на две части, и стороны, заключающие союз, проходили между рассеченными половинами туши. С описанием такого события мы встречаемся в той же главе Лех-Леха, где Авраам Авейну заключает союз со Всевышним. Вот он рассек три туши животных, и между этими тремя рассеченными проходит Всевышний, заключая союз с Авраамом. Отсюда пройти – это одно, и сказано «не пройти вам». Да? Ведь вначале Маше обращается во множественном числе. Вы стоите, Ашер Малу Гим ваш, старейшины ваши, дети ваши, и тут резко переход к единственному числу. Пройти тебе. Ты, народ Израиля, в единственном числе, в своей целостности и совокупности заключаешь союз с Ашем Элогим. И пройти тебе предстоит в союз Ашем Элогим твоего и в клятву его. Почему союз отдельно, а клятва отдельно, мы уже говорили в разделе Ницарин. Смотрите, когда заключается обычный союз между людьми. Торговое соглашение, политическое соглашение, прописываются санкции за неисполнение договора, что будет при условии исполнения договора, все это понятно, но нарушение союза между людьми, договорились продавец с покупателем и договор был нарушен. Вряд ли этот покупатель снова пойдет к этому продавцу. Он найдет себе более надежного продавца, который не будет нарушать заключенный договор. не такой союз нашего народа со Всевышним. Мы уже обсуждали в прошлом разделе, что даже после самых страшных наказаний, после рассеяния, все равно Всевышний соберет раскаявшихся и вернет их в Эрицесраэль. И это есть клятва Всевышнего. Поэтому есть союз, с наградой и наказанием и есть клятва, которая по сути дела является более высокой степенью союза и сближения. То есть как бы мы себя плохо не вели, к сожалению, такое у нас бывает, мы народ жесткой шеи, но Всевышний поклялся нашим праотцам и этой клятве он верил. «Ради того, чтобы поставить тебя сегодня ему народом, а он будет тебе элохим, как говорил тебе и как клялся отцам твоим, Аврааму, Ицхаку и Яаку». Ну, здесь надо опять на секундочку вернуться к книге Берешит и вспомнить, что Всевышний сказал Аврааму «И дам тебе и потомству твоему за тобою страну проживания твоего, всю страну Кнаан, во владение вечное, и буду им элогим». Значит, вот Всевышний поклялся Аврааму, что его бесчисленное потомство будет жить в земле Кнаан, и Ашем будет для них, то есть для нас, для потомства Авраама элогим. И поклялся Ицхаку в недельном разделе Тальдот. Всевышний сказал Ицхаку. Там была такая непростая ситуация, в стране был голод, и Ицхак задумался, не следует ли ему подобно Аврааму спуститься в Египет, где лучше продовольственное положение, да, нет засухи, нет голода. Тогда говорит ему Всевышний, «Живи в стране этой, и я буду с тобой, и я благословлю тебя, потому что тебе и потомству твоему дам я все земли эти, и осуществлю клятву, которой клялся я Аврааму, отцу твоему». Вот это повторение клятвы Всевышнего, теперь Ицхаку. И, наконец, Якову сказано «Я Ашем Илогим Авраама, отца твоего, Илогим Ицхака». Ну, отец, дед, в Торе эти два понятия часто не различаются. «Земля, на которой ты лежишь, тебе я дам ее и потомству твоему». Вот клятва Всевышнего Ицхаку, Якова. То есть, сейчас Всевышний подтверждает клятвы, которыми он поклялся, Аврааму, Ицхаку, Якову, и переносит как бы содержание этой клятвы на народ, стоящий перед ним. И вот важнейший посуд, который мы уже сегодня обсудили. «И не с вами одними я заключаю союз этот и клятву эту». То есть, не только с тем поколением, которое здесь и сейчас на берегу Иордана, а с тем, кто есть здесь, с нами стоит сегодня перед Эшем Илогим нашим, и с тем, кто не здесь с нами сегодня. То есть, этот союз и эта клятва будет распространено на все последующие поколения еврейского народа. Теперь я обращаю ваше внимание вот на что. Мы прочитали сколько с 9 по 14 6 пасуков. И вот в этих 6 пасуках слово сегодня повторяется пять раз «Стоите сегодня». Заключает с тобой сегодня. Поставит тебя сегодня. Стоит сегодня с нами сегодня. В 14 пасуке слово сегодня даже дважды повторяется. Значит, хаем, хаем, хаем. Сегодня, сегодня, сегодня. И вообще для любого текста такой повтор слов, когда в шести строчках пять раз повторяется одно и то же слово, вещь необычная. И означает она только одно, что реально договор заключается, да, вот окончательно, только сегодня, только на входе в землю Израиля. Все происходит только сегодня, но это сегодня распространяется, как мы сказали, на все последующие поколения. Потому что вы знали, как мы жили в стране Египет и как прошли мы в среде народов, которых прошли вы. значит здесь Маше разъясняет народу свои опасения относительно договора. Дело в том, что в течение значит по сути дела почти трехсот лет мы сначала 210 лет прожили в Египте среди идолопоклонников, среди многобожия египетского. Потом мы прошли через места, заселенные разными народами, которые тоже были идолопоклонниками и есть опасность, что мы слишком много времени провели среди идолопоклонников и поднабрались от них всякого чего-то нехорошего. Здесь Маше уточняет и вы видели отвращение их и мерзости дерево и камень серебро и золото которое с ними. Значит дерево и камень деревянные каменные идолы но мы уже с вами обсуждали неделю назад что это же намек на грядущие проблемы с христианством и исламом серебро и золото которое с ними украшение идолов и атрибуты идолослужения может есть среди вас муж или жена или семья или колено сердце которого склоняется сегодня атошем элогим нашего идти служить элогим народов тех может есть среди вас корень произрастающий рож и лаана значит маше не исключает возможности что могут быть не только индивидуальные нарушения договора с ашем договор заключается со всем народом в целом и нарушения могут быть и индивидуальные и в семье и в группе семей и в целом колене и в городе да то есть какая-то часть народа может склониться от ашем элогим нашего идти служить элогим народов тех я вам кажется уже говорил но сейчас повторю что мы приходим в эрец кнаан землю богатейшую плодородную экономически развитую и может возникнуть такая ситуация да вот мы пришли и помните в торе даже говорилось и будешь ты жить в доме который не построил и есть от виноградника который не сажал да то есть мы унаследуем все богатство этой земли и в умах людей может возникнуть такая ситуация смотрите есть замечательный виноградник который с высочайшей урожайностью и урожай этот совершенно необычайный помните когда разведчики книга шмот простите книга бометбар когда разведчики посланные на разведку в землю Израиля вернулись они принесли гроздь винограда которую два человека несли на шесте если обычная даже хорошая большая спелая гроздь винограда ну может быть килограмм может быть чуть больше но это была гроздь которую на шесте несли два человека это была гроздь в десятки раз превышающая обычную спелую гроздь винограда и может возникнуть такая мысль, ага, виноград так замечательный, урожай такой замечательный, может быть это потому, что местные жители приносят жертву специальному виноградному идолу, вон он стоит на краю поля, и идол заботится о хорошем урожае. То есть ситуация, которую сейчас описывает Маше, она вполне реальна и она очень человеческая. То есть мы пришли в новую страну, может быть следует выполнять те законы, благодаря которым эта страна стала вот такой развитой, плодородной, все у нее в порядке. То есть может такое произойти и может быть есть среди вас корень, произрастающий рожь и лаонак. Ну это такой красивый поэтический оборот, то есть корень, который дают, значит вот человек так неправильно смотрит на окружающее, он подобен корню, дающему ядовитые плоды. Рожь это некий ядовитый плод, лаона это горькое растение. Мы не знаем точно, какой вид этого растения, чисто ботанически вот сегодня, мы не можем это сказать, но прошила она ядовитые и горькие плоды. И будет, когда он услышит слова клятвы этой и благословится в сердце своем сказа, да? Шалом будет мне, когда по капризу сердца моего пойду ради того, чтобы добавлять к насыщению жажду. Такой не очень понятный оборот. Ну, благословиться в сердце своем, значит, вообще говоря, благословение мы получаем от Всевышнего. Благословение мы получаем от родителей к детям, от старших к младшим. А тут человек благословится в сердце своем, он обрадуется в своем сердце, он как бы сам себя благословит и успокоит. Но это благословение будет нехорошим. Вот он обрадуется в сердце своем и подумает, что шалом будет мне, что с ним не случится ничего плохого, если будет служить идолам в тайне. А с Вахалилой он не будет афишировать свое идолослужение, он будет делать это в тайне и будет делать это по капризу сердца, по зову своего инстинкта. То есть вот, если он видит, что наличие идола виноградника приводит к большим урожаям, он будет приносить какие-то жертвы идолу виноградника по своему капризу. Ради того, чтобы добавлять к насыщению жажду. Это такой поэтический оборот, уже насытив свой инстинкт, снова разжигать страсть. То есть это идолослужение для него станет не просто, ну, какой-то, может быть, данью традиции, да, приносили к наонейце жертву идолу виноградника. Ну, и я буду приносить, хуже от этого не станет, но этого мало. Он будет это делать со страстью, с желанием. То есть, по сути дела, он перейдет от национального служения Ашем Элогим к идолопоклонству по образцу иных народов. Не пожелает Ашем простить ему, потому что тогда воздымется гнев Ашем и ревность его против мужа того, и ляжет на него вся клятва, написанная в книге этой, и сотрет Ашем имя его из-под небес. То есть, для такого человека или таких людей, кара будет ужасной, кара будет персонифицированной, и кара будет подобно каре Амалека, сотрет имя его из-под небес. И выделит его Ашем козлу изо всех колен Исраэля, по всем клятвам союза, написанного в книге Торы Этой. То есть, на таких нарушителей, будет ли это один муж, или семья, или колено, падут все упомянутые проклятия, смотри предыдущий недельный раздел, и Маше имеет в виду уже не только индивидуума и мужа, но и целое колено. То есть, если в идолопоклонстве будет замечено колено, надо понимать, что большинство членов данного колена, то именно на это колено падут все проклятия, описанные в предыдущем разделе. И скажет поколение последнее. Ну, дословно перевод на русский язык последнее. Речь идет, конечно, о последующем. Да, то есть, вот наказанное поколение и речь о последующем. Сыновья ваши, которые встанут после вас, и чужой, который придет из страны далекой, и увидят поражение страны той, и болезни ее, которые послал Ашем на нее, серу и соль, сжигание всей земли ее, не засеется и не произрастит, и не поднимется на ней всякое растение, как переворот с дома и Аморы, Адмы и Цваим, которые перевернула Ашем в гневе его и в ярости его. То есть, как мы помним, была история с дома Аморы, Адмы и Цваим, четыре города, которые были уничтожены за свои прегрешения. При этом обратите внимание, что если во время потопа было уничтожено все человечество, за исключением восьми человек, то есть Ноах, его жена, три его сына и жены сыновей, то в истории со Сдомом была поражена только та часть земли, где жили вот эти нехорошие люди, да? То есть, остальная часть земли Израиля, то место, где жил Авраам, где жили Кноонейские племена, остальная часть была в полном порядке. То есть, наказание было очень конкретным. Оно постигло только тех, кого должно было постигнуть. И здесь вот этот оборот, как переворот Вздома и Аморы, речь идет о том, что все наказания падут на ту семью, которая культивирует и дало поклонство, или на тот город, который погрязло и дало поклонство, или на то колено, как большинство которого погрязло и дало поклонство. И это одно объяснение. Другое объяснение состоит в том, что Маше намекает народу Израиля, что если Израиль деградирует до уровня Сдомского, то весь Израиль будет подвергнут той участи, которой подвергся Сдом, как переворот Сдома и Аморы. «И скажут все народы, за что сделал Ашем так стране этой, что ярость гнева великого этого». Значит, наказание будет предельно ясным даже для окружающих народов. И если вы помните, уже неоднократно в Торе Маше обсуждал, ну тогда со Всевышним, зачем ты будешь наказывать народ Израиля, чтобы сказали все другие народы, вот вывел он народ из Египта, но не смог дальше ничего с ним сделать и уничтожил. То есть Маше здесь апеллирует к таким чувствам израильского патриотизма. Если вы будете плохо себя вести и Всевышний будет наказывать народ Израиля, то имейте в виду, что это будет большой позор в глазах окружающих народов. «За что сделал Ашем так стране этой?» Скажут все народы. «И скажут все окружающие народы за то, что оставили союз Ашем Элогим отцовых, который заключил с ними, когда выводил он их из страны Египет. И пошли и служили Элогим другим и распластывались перед ними Элогим, которых не знали они и не наделил им». То есть Ашем не дал Израиль под управление ангелов и небесных сил, как другие народы, поэтому никаким иным силам Израиль служить не должен, не наделил им. «И возгорелся гнев Ашем на страну ту привести на нее все проклятие, написанное в книге этой в предыдущем разделе. И проклятие Ашем падет на народ, живущий в стране, то есть на народ Израиля, и на всю страну. И выбросил их Ашем с земли в гневе и в ярости, и в кипении великом, и забросил их в страну другую, как день этот. Самое страшное наказание, еще раз оно здесь упомянуто, мы его подробно обсуждали в прошлом разделе, это изгнание из Эрицы Сраиль. И выбросил их Ашем с земли этой, как день этот, то есть на тот момент. Вот эта вот ярость Всевышнего будет в тот момент, когда будет обнаружено идолопоклонство. Тайная для Ашема-Лугим нашего, а явная нам и сыновьям нашим навечно делать все слова Торы этой. Что значит здесь тайная и явная? Значит, тайная – это тайное преступление индивидуума. Помните, мы в прошлом разделе обсуждали, вот там, где благословение и проклятие, что проклят тот, кто сделает идола в тайне и положит его у себя в доме. Ну и так далее, там перечисляется целый ряд преступлений, которые происходят в тайне, которые по сути никто не видит. Так вот, тайная для Ашем, то есть именно Ашем отвечает за наказание преступника, преступление которого является тайной для окружающих. Явно это известное, открытое общество преступления. Ну, например, мы встречались с публичным нарушением шабата, когда в шабат некто пошел собирать дрова, да, и был наказан побиением камнями. Так вот, явная нам и сыновьям нашим, то есть ответственность за наказание явных преступников ложится на нас, сынов Израиля. Значит, ну, есть иное мнение мудрецов в устной традиции. Значит, устная традиция говорит, что после перехода Иордана народ Израиля становится таким единым организмом, что мы несем ответственность даже за тайные преступления. Ну, и подобная история описана в книге Йошуа. То есть, на что это похоже? Ну, например, если человек какой-нибудь там ржавой булавкой поранил палец, да, то, значит, вот нарушена кожа где-то вот на кончике пальца. Из этого вовсе не следует, что только один палец, ну, поболит и перестанет, или в конце концов там так сильно поболит, что отвалится, да, что проблема будет только у этого пораненого пальца. Эта рана, эта зараза, которая попала в один палец, она разойдется кровью по всему организму и умирает весь организм. То есть, вот такая зависимость, подобно зависимости организма от каждого его члена, и такая же зависимость всего народа Израиля от каждого его члена. «И будет, когда придут на тебя все слова эти, благословения и проклятия, которые дал я перед тобою, и вернешь к сердцу твоему во всех народах, в которые забросил тебя Ашем-Алугим твой туда». Здесь Маше еще раз рассказывает о том, что будет после изгнания. То есть, изгнание народа из своей земли – это не конец истории. Значит, после того, как мы будем изгнаны, неизбежно возникнет ситуация и вернешь к сердцу твоему, ты осознаешь смысл изгнания. Ты примешь на себя снова все эти благословения и проклятия, где бы ты ни находился, во всех народах, в которые забросил тебя Ашем. То есть, здесь Маше предвидит рассеяние Израиля по всему миру. И тогда произойдет очень важная вещь. То есть, вот это самое страшное наказание. Оно не вечно. «И вернешься до Ашем-Алугим твоего, и послушаешь голоса его, как все, что я приказываю тебе сегодня, ты и сыновья твои, по всему сердцу твоему и по всей душе своей». То есть, ты вернешься до Ашем. То есть, ментально, в уме, ты приблизишься к Ашем – это до, а не к, как в 10-м пусуке было. То есть, речь идет о первом этапе возвращения, географическом. Сначала ты послушаешь голоса его, поймешь, чего он хочет. Он хочет твоего возвращения в Израиль. Ты вернешься в Израиль, чисто географически, а потом ты начнешь строить общество, реализующее принципы Тори. «И вернется Ашем Элогим твой, возвращение твое, и пожалеет тебя, и вернется, и соберет тебя из всех народов, куда рассеял тебя Ашем Элогим твой». Возвращая Израиль в Эрит-Исраиль, Ашем вернется туда и сам, потому что его присутствие в земле Израиля зависит от присутствия его народа. «И пожалеет тебя, и вернется, и соберет тебя из всех народов». Это будет еще одно, уже полное собрание изгнанных. То есть, все будет происходить примерно так, как происходило в 20 веке. Сначала вернулись совсем не все. Вернулась часть, но этой части было достаточно, чтобы было восстановлено государство Израиль. Меденат-Исраиль, государство Израиль. И дальше Всевышний начал возвращать нас из всех самых далеких стран. И на сегодняшний день израильская еврейская община самая большая еврейская община мира. Мы уже стали гораздо больше, чем еврейская община Соединенных Штатов. Ну, во всех остальных странах евреев еще во много раз меньше. То есть, главная часть еврейского народа уже здесь. «Если будет заброшенный твой на краю небес, оттуда соберет тебя Ашем и Лугим твой, и оттуда возьмет тебя». То есть, в самых далеких краях земли. Интересно, что за границу Маше называет небеса. И есть такое мнение, что, по сути дела, рассеяние Израиля, жизнь в Галуте, это существование в загробном мире, существование на небесах. И возвращение Израиля и восстановление государства Израиля, это, по сути дела, пример воскрешения из мертвых на национальном уровне. У нас воскрес вот народ Израиля как живой, единый организм. И интересно, что вот этот вот оборот «оттуда возьмет тебя», возьмет каждого еврея. То есть, уже сегодня мы имеем ситуацию, что каждый еврей, где бы он ни проживал, в любой стране мира, в тот момент, когда он этого сам захочет, он может соединиться со своим народом в земле Израиля. Не существует сегодня принципиальных препятствий, скажем, не выпускали евреев из СССР или не выпускали иракских евреев. Сегодня подобных препятствий уже не существует. Каждый еврей, где бы он ни жил, может вернуться к своему народу. «И приведет тебя Ашема-Лугим твой в страну, которую наследовали отцы твои, и наследуешь ее, и сделает добро тебе, и умножит тебя больше, чем отцов твоих». То есть, Иерусалимский Талмуд разъясняет эту фразу следующим образом. Когда евреи возвращались из некоторых локальных изгнаний, когда Авраам вернулся из Египта, когда Яакол вернулся из Падана Рама, когда мы пришли в Эрец-Исраэль после египетского долгого изгнания, когда мы были изгнаны в Вавилон, а потом возвращались из Вавилона, то Всевышний делал добро отцам нашим. Но это добро, оно было неокончательным. То есть, возвращение из какого-то изгнания вовсе не гарантировало, что больше изгнаний не будет. А вот это наше сегодняшнее, последнее возвращение и сделает добро тебе больше, чем для отцов твоих. Это обещание того, что двухтысячелетний галут, это был последний галут, что это наше возвращение является окончательным и больше галута не будет. «И обрежет Ашем Илогим твой сердце твое и сердце семени твоего, любить Ашем Илогим твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею ради жизни твоей». После возвращения в Эриц Исраэль, вот этого нашего сегодняшнего последнего возвращения, произойдут совершенно потрясающие ментальные изменения. Сыны Израиля поднимутся до уровня полной и бескорыстной любви ко Всевышнему. Мы будем выполнять заповеди не потому, что нам так велено, и не потому, что неисполнение заповедей приведет к тому или иному наказанию. Мы будем выполнять заповеди, потому, что мы будем чувствовать в исполнении этих заповедей совершенно невероятную любовь Всевышнего. «И даст Ашем Илогим твой все клятвы эти на врагов твоих и на ненавистников твоих, которые преследовали тебя, то есть все проклятия, которые мы читали в предыдущем недельном разделе, все эти проклятия падут не на нас, Хасла Халина, а падут на наших врагов. Тоф. Значит, нет, завершение раздела мы перенесем на следующий вторник, а сейчас, пожалуйста, вопросы. Реба Враам, что вы хотите спросить? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышно, да? Прекрасно слышно. Отлично. У меня такой вот, у меня в общем много вопросов, но есть такое сейчас попоследнее. Давайте. Вопрос такой, значит, есть такое слово хэсэ, да, есть такое понятие хэсэ. вот, и есть слово любовь, кстати говоря, в десяти речениях, в двадцатой главе, там написано о том, что Всевышний даст хэсэ, если будут любить Всевышнего, ну, как я понимаю, когда я исполняю повеление Его. То есть, как раз есть такой вопрос, что, значит, Всевышний обладает хэсэдом, да, а человек обладает любовью, да, то есть, любовь, она направлена ко Всевышнему, а Всевышний возвращает хэсэдом, получается, что хэсэ выше любви. Нет, значит, пункт первый, посыл неверный, человек тоже обладает хэсэдом, скажем, вот, вся суть Авраама, Авраама Авейну, да, это был хэсэд, стремление отдать людям, окружающим его, все, чем он сам обладает, да, ну, начиная с того, как он кормил путников, там, и так далее, и так далее, да, вот, хэсэд Авраама, это момент номер один, момент номер два, понятие хэсэда может быть со знаком плюс и со знаком минус, то есть, вот, вот этот хэсэд распространения вокруг, скажем, хэсэд Авраама был со знаком плюс, что это означает, мое это твое, да, голодные приходите ко мне, я вас накормлю, а скажем, Ишмаэль, значит, почему Авраам любил Ишмаэля, да, потому что Ишмаэль, суть Ишмаэля это тоже был хэсэд, но это был хэсэд отрицательный, хэсэд Ишмаэля звучит так, твое это мое, то есть, уничтожение границы только не от себя к окружающим, а от окружающих к себе, да, хэсэд со знаком отрицания, но хэсэд Всевышнего, он проявляется, значит, вот там, где мы говорим, что мы должны уподобляться Всевышнему, значит, хэсэд Авраама это уподобление Всевышнему, только хэсэд Всевышнего, конечно, более высокий, да, ведь что значит хэсэд Всевышнего? Главное, чего хочет Всевышний, это сделать нас подобными себе, он отдает нам себя, и через исполнение заповедей мы пытаемся приблизиться ко Всевышнему, сказать, вот суть его хэсэд а любовь она и есть любовь, да, вот наша любовь по Всевышнему, наша попытка уподобиться ему, раствориться в нем, принять его, да, познать его, вот очень не случайно в Торе сказано, да, и познал Адам Хаву, да, и родились у них дети, и совершенно тот же оборот используется и познай Всевышнего на всех путях своих, да, любовь ко Всевышнему, примерно так. Я, конечно, не согласен, но вы скажите свою позицию, вам сказать, да, конечно, я исхожу из того, что написано в Торе. А слово Хэсет употребляется в Торе 21 раз. 20 раз именно в общем-то обычно переводят, переводчики переводят словом милость. И один раз это же слово переверну как позор. Я, когда искал, в общем-то, я понимаю, что однокоренное слово, оно должно иметь одно значение, такое, чтобы оно подходило ко всем 21 местам текста. И я нашел, что именно в месте, где написано слово Хэсет как слово позор, там открывается понимание самого слова как воздаяние. То есть, когда написано, что если мужчина открывает наготу женщины и женщина открывает наготу брат, если брат открывает наготу сестры, сестра открывает наготу брата и написано это Хэсет. То есть, я понимаю воздаяние. То есть, то, что они делают, один воздает другому. И если я это слово подвожу ко всем остальным местам, оно очень подходит. там, делает Хэсет, делает воздаяние тем, кто исполняет Всевышнего повеления и тот, кто любит Всевышнего. Вот это в данном случае слово Хэсет очень подходит именно как воздаяние. Тогда у меня никаких противоречий не возникает. То есть, принцип один, что как можно больше постараться найти слово, например, как слово браха. Мне не нравится слово благословение, потому что это может быть либо благое слово, либо благое слава. Очень двусмысленно. А вот слово браха связано со словом бэрэх, колено. Я тоже это связываю с тем, что это как связующее звено. То, что браха это то, что соединяет одну часть с другим. То есть, это само колено как раз и выступает в роли вот этого соединителя. И тоже тогда мне становится понятно это слово не благословение, которое неизвестно, то, во что Горас так и понимает, а именно связано именно со словом колено. Или слово кавэд, например, уважение. Уважай отца и мать свою. Оно связано со словом кавэд печень, которая самая тяжелая часть в организме. И я понимаю, что уважать отца и матери это значит придавать тяжесть для отца и для матери. Кстати говоря, по велению уважать отца и мать это распространяется и уважать и Всевышнего. то есть уважение оно многонаправленное получается. Она отличается от слова любить. Ну, это уже работа со словами. Это понятно. Знаете, я все-таки ваше объяснение очень красивое, но я хочу в него влезть. Значит, браха это, конечно, не благословение. Мы это обсуждали, по-моему, недели две назад, что слово браха однокоренное со словом бреха. Это бассейн, соединенный с источником воды. То есть... Слово соединенный вы очень хорошо сказали. Да, 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 именно так. Это бреха. В отличие от колодца, который колодец в Танахе это хранилище воды. Вот колодец, вырубленный в скале, это просто некая емкость, где во время дождей зимних вода запасается, а потом оттуда расходится. А бреха это не просто колодец, а это бассейн, соединенный с родником. То есть это постоянно пополняющийся резервуар воды. Да, есть родник, из которого вода постоянно туда поступает. и в этом смысле слово благословение, слово браха, которое не надо переводить благословение, как раз и говорит о связи блага постоянно поступающего от Всевышнего, подобно тому, как вода поступает в бассейн. То есть это умножение блага, благословения. Теперь хэсэд, там, где перечисляются в книге Ваикра вот эти запрещенные связи, сказано, что нельзя... 20 глава 17 стих. Что-что? 20 глава 17 стих. Совершенно верно. Когда сказано, что не открывай ноготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, хэсэд это... Вот слово хэсэд здесь употребляется в смысле раскрытия границы. То есть между братом и сестрой есть естественная граница, запрещающая интимные отношения, да, и здесь слово хэсэд в его прямом смысле только с отрицательной коннотацией. Вот есть эта естественная граница, а раскрыв наготу сестры своей, ты эту границу убираешь, да? Ну как это вообще связано с милостью? Ну вы говорите о границе. Это не милость, это убирание границы. Когда гости приходят к Аврааму и он их кормит, он по сути... Всевышний дает хэсэд. Да. То, что человек исполняет повеление Всевышнего, он возвращает это хэсэдом. Так я это и связываю, что он как бы воздает. И тогда, когда я читаю это место, что когда он открыл наготу сестры и сестра открывает наготу его, это то же самое воздаяние. То есть один воздает другому. Ты мне, я тебе. Вот этот вопрос, когда ты мне, я тебе, это вы как раз хорошо сказали про Авраама, что это именно вот это и есть хэсэд. Ты мне и я тебе. Ну просто ты мне и все. Это снятие границы. А ты мне, я и тебе. То есть вот эти взаимоотношения. Понимаете? Я понимаю слово рэхэд. Есть слово рэхэд, которое связано со словом рэхэм. Рэхэм, который означает обеспечение. То есть то, когда человек растет, вот он получает полное обеспечение до какого-то возраста. А потом он уже вырос и уже должен включаться в хэсэд. После рэхэм начинается хэсэд. Но рэхэм от слова рэхэм это обеспечение. Вот там, когда говорится обеспечение, это я тебе обеспечиваю без того, чтобы получить от тебя что-то. Ну как растение. Я с вами полностью здесь согласен. Но вот мое понимание, что хэсэд это убирание границы. И это убирание может быть как положительным, так и отрицательным. Скажем, когда Авраам кормит гостей, то тем самым он убирает границу между своей семьей и гостем. То есть нормально, когда он кормит свою семью, своих домочадцев. Но вот пришли гости, он снимает эту границу и кормит их тоже. Это хэсэд, он снял границу. Мы же опираемся в общем-то на тексты. Конечно. Я не помню вот эти я проработаю все эти 21 одно место, где написано слово хэсэд. Насколько я понимаю везде даже когда человек обращается ко Всевышнему он говорит сделаем не хэсдэхэ. То есть в данном случае даже человек признает что это прерогатива хэсэд это прерогатива Всевышнего. Это не прерогатива человека. Человек может любить. Да, я все места где написано о любви, я нашел все места и везде где говорится любви это относится к человеку. Человек может любить. Но человек может говорить что Всевышний любит, но сам Всевышний никогда не говорил что я вас люблю и так далее. Не говорил. Да, не говорил, но говорит о том, что именно он воздает хэсэд. Понимаете, вот эта любовь и хэсэд они как бы ходят вместе. Но хэсэд дает Всевышний, а любовь дает человек. То есть агава вот это. Но это я так понимаю. ничего плохого в этом нету. Ну все вот в этом именно разница понимания вот это для меня это очень для меня идея вот браха бреха прошла? Да, но по поводу брехи все правильно бреха насколько я понимаю в Торе по-моему слова бреха нету. Есть слово оно есть просто в брите. Да, вы же говорите да, правильно вы говорите о современном брите. А если брать основываться на иврите Торы особенно когда мы читаем книгу Брешит которая полностью надиктована и которая полностью является словом Всевышнего. Всевышний все дает и слова и браха и браха все он надиктовывает для Маше и все эти понятия они все в общем-то заложены там. А слово потом бреха конечно я согласен что это связано со словом браха и словом браха но это уже более позднее раскрытие этого слова и я бы не стал на нем основываться потому что есть более раннее слово которое говорит Тора о коленях. Я с вами согласен. Этот подход очень разумный. Извините за то чего плохого за что извините наоборот очень интересно вы излагаете Я хотел добавить если можно вот то что я слышал по-моему вот насчет колена это вообще чуждые чуждые веяния у меня такое впечатление вот это вот коленопрекловение и это по-моему это это вообще не из иудаизма действительно это похоже на колено это так но вот то что я сейчас то что я сейчас посмотрел в Хаседуте говорится что браха это вообще от слова лаврех лаврех я честно я не знаю как это по-русски правильно лаврех в конце лаврех кавсофит нет нет кавсофит а в смысле я не знаю ах везде где ах но не-не-не-не-не это посмотрите это кавсофит и идея это операция которую делают с виноградом когда его улучшают я не знаю это отрезают либо прививают что-то типа прививки а делают черенкование да да-да-да это еще один перевод все верно отлично так она как раз и то есть когда прививают что-то это конечно я это тоже считаю что это браха когда что-то прививается присоединяется приобщается да и идея такая что тогда самый близкий синоним это ашбаха 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 это в смысле и это в смысле на современном уровне это вообще модернизация лажбех наверное там я не знаю машина или что-то это перевести я не знаю там и более лучший ранг но вообще ашбаха шевах шевах это в смысле и улучшать и в смысле в смысле благодарения когда говорят шевах лаэль поэтому потом мне кажется что слово браха чисто функционально оно делится все-таки на две вещи одна это браха когда дает благословляющий и тогда основной смысл это некоторая поддержка свыше либо яков давал сыновьям но он дается не от себя он является некоторым инструментом перевода это некоторое дополнительное что человек получает а с другой например берхат амазон берхат амазон это шевах то есть если что человек благодарит ну берхат амазон можно сказать так что я приобщаю пищу к себе как Йона говорит есть мясо не-не ну зачем зачем это я ребят если на то пошло то слово колено колено да шефтей израэль колено может быть переведено еще как ветвь не колено как деталь ноги а колено как ветвь там есть несколько переводов стержень ветвь посох это все слово шефтей не ну это колено в смысле шефтей израэль а то имеется ввиду колено как часть тела в русском языке тоже аммонимов полно но в иврите вот как раз на иврите торы я всегда старался найти значение которое подходит ко всем чтобы не было не возникало аммонимов все-таки это греческая философия идет я к тому что слово колено некоторые комментаторы вот колено в смысле часть народа израиля да переводят как ветвь говорят не о коленах израиля а о ветвях израиля растущих из единого ствола это да может быть все христианское колено преклонение да очень может быть что это вообще надо проверить не знаю очень может быть что это просто неправильный перевод или неправильное понимание Абсолютно верно. Потому что в худаизме вообще благословление связано с тем, что человек преклоняет колено. А с другой стороны, как бы в христианстве это вообще 100%. Преклонять, там, я не знаю, Каену благословляют, либо Яков благословлял. Я не знаю, Авраама благословляли. Нигде не было преклоненных колен. В общем, может быть... В крайнем случае распластываться... Не написано лишь, что работа, это значит распластаться. Распластаться. Преклонять колено очень может быть, что это просто неправильное понимание. Скорее. Конечно, это извращенно. Это взято из... Это обратное заимствование у христиан. Окей. Ну хорошо, мы их исправим. Нет проблем. Это нет проблем. Будем исправлять. Когда Гидон выбирал себе этих... Всевышний сказал, одни зайдут в воду и будут пить, а другие колено согнут. Так откуда это идет? Понятно, Всевышний хочет избавиться от людей, которые колено преклоняют. Он хочет, чтобы распластались. То есть, когда колено преклоняют, это все-таки полумера. Правильно? Ну как бы это... Ты либо стой прямо, либо ты распластайся. То есть, есть два таких... Ну это больше похоже... Ну как бы, чтобы не было конформизма в том, чтобы угодить кому-то. И колено преклонение, я вообще считаю, что это совершенно неправильная позиция. Действительно, ты бы либо распластайся, либо стой. Стой прямо. Если вышли. Тов? Тов? Окей. Все. Всем спасибо и всем до свидания. До следующего вторника. Счастливо и до свидания. Пока. До свидания.